Привет, друзья! Я сейчас прочитаю вам письмо счастья. Это жизненная притча, которую я вам дарю. Привет, друзья! Это письмо не то, что читать. Его наизусть выучить надо и как минимум раз в месяц декламировать, как себе, так своим близким. Здравствуйте! Я счастье. Если вы читаете это письмо, значит, я к вам уже пришло. Сейчас. Мне очень много лет. Я и само не помню сколько. Наверное, я был с вами всегда. Поэтому у меня накопилась масса наблюдений за человечеством. А вы никогда не пытались поставить себя на мое место? А зря. Очень полезно и познавательно. Вот вы говорите «счастье, счастье», мечетесь, ищете, мечтаете обо мне. А я, между прочим, никуда не пряталась и не убегала. Я все время нахожусь рядом и только жду, чтобы вы меня заметили. Но как только меня вроде замечают, тут же теряют. А большинство людей вообще не представляет, как я выгляжу. Вот ведь забавно. Ищут сами не зная чего. Чаще всего меня вообще не замечают. Ну, потому что каждый меня всего представляет по-своему. А для этого нужно как-то в себе разобраться. Для кого-то я пирожное с кремом. Для кого-то общение с природой. Для иных мировая слава. А кто-то получает счастье, когда видит у другого беду. И такие бывают. Кстати, определенного места жительства у меня тоже нет. Брожу по свету, как тот вечный жид, Азгофер. Ищу пристанище. Радо было бы повеселиться и кому-то поселиться. Стучусь во все двери, а меня не впускают. А вот несчастье, оно без стука заходит ко всем. И вот сразу узнают. А меня? Нет. Знаю, что многие меня ищут. Иной раз просто на меня носом натыкаются. Но чаще всего проходят мимо. Почему не узнают? А может быть просто не там ищут? Например, многие ищут счастье в браке. Или в работе. Или в детях. Нет, разумеется. Ну, я в этом присутствую. Ну, тогда получается, что если у вас забрать брак, работают детей, то я тут же исчезну вместе с ними. И вы останетесь несчастны. Нет, это неправильно. Счастье – это естественное состояние человека. Чтобы вы это знали. Вот многие сидят, прошлое свое перебирают. Вот, дескать, были счастливые времена. А если вспомните, как вы себя вели в эти счастливые времена, так это же неправда. Потому что не было никакого счастья. Вы даже в те счастливые времена были недовольны. Помните, да? Вам чего-то не хватало. Денег в основном. Только с годами, может быть, поняли, что я был вот там, рядом. Да только поздно. Вот и остаются только одни воспоминания. Воспоминаниями счастлив не будешь. Это просто память свою вы так тревожите. А другие все мечтают, чего им для счастья не хватает. Кому квартиры, кому машины, кому миллионы долларов. А кто-то мечтает об идеальной любви. Ну так я вам скажу. Человеку всегда чего-нибудь не хватает. Дайте ему немедленно все, что он просит. Недельку-другую порадуется. А потом привыкнет и снова начнет желать чего-нибудь. Чего-то такого полного, значит, ему нужно. И не заметив, что счастье пришло. Ох, и сложно же мне с вами, люди. Сколько же вы вокруг меня всякой чепухи нагородили. Счастье – это нужным быть людям. Вроде красиво звучит. А вот у меня что-то неправильное. Нужным людям? А себе? Себе? Так и раздадите себя по зернышкам. А счастья не узнаете. А других заботитесь? Хорошо. Но о себе нельзя забывать. Когда в вас счастье, тогда и вокруг вас цвет счастья разливается. Это скольким же вы людям подарите меня? Или вот мое счастье в детях? Ну выросли детки, свои семьи создали, гнезда свили. А мама же все лезет, к ним вмешивается, обижается, что ее отодвинули на второй план. Почему? А потому что с детьми вроде как и счастье ушло. А оно же меня изначально в них поселило. Она сама это сделала. А как же ей теперь быть? Ведь счастье-то. Ее счастье было в детях. Она их туда, его поселила. Вот я и говорю. Собственное счастье должно быть ни от кого не зависящее. А то еще говорят. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да что же вы, люди. Почему вас обязательно должно кирпичом по башке шарахнуть, чтобы вы задумались, что счастье-то было, вот, было, было. Почему вы его не удержали? Да не обижайтесь вы. Ну разворчалась я. Я сразу предупредил. И наболело у меня. Вы лучше послушайте меня. Свое счастье. Глядишь, что-то полезное возьмете на заметку. Ах, если бы вы знали, как часто я стою у вашего изголовья. А когда человек уходит, у меня слезы наворачиваются. Ведь только тогда этот человек понимает, что такое счастье. Оно было. Он его проморгал. И вот последний вздох. Не разглядел. Не заметил. Не ощутил. Вот лезет человек на гору. К самой ее вершине. Карабкается, пыхтит. Пальцы в кровь сбивает. А все это для чего? Чтобы встать на вершине горы и ощутить вот это вот счастье. Ну, хорошо. Ну, счастливый миг. Полет души. Но ведь потом-то ему все равно. Надо идти вниз. Спускаться. И все это улетает. Но он думает. А я буду вновь карабкаться. Вечная погоня за счастье. Не вдомек вам, люди. Что пока вы лезете куда-то. Я вот у вас тут за спиной в рюкзаке сижу. Или вот тут на плече. Или просто рядом я лечу и шепчу. Друг, остановись, оглянись. Посмотри, вот оно я. Вот оно я. Счастье твое. Но куда там он не слышит. Он карабкается на гору. А сейчас, друзья, я вам открою мой главный секрет. Я привязана ко времени, которое называется моментум. Меня нет в прошлом. Это уже просто счастливые картинки. В будущем меня тоже нет. Это ваши сладкие мечты. Я всегда есть в настоящем. А вы помните песню? Есть только миг. За него и держись. Вот это как раз про меня. Каждый ваш миг может быть счастливым. Конечно, если вы в этот момент не свалитесь в прошлое или не отлетите в будущее. Потому что о прошлом обычно сожалеют. А в будущем тревожатся. А там, где сожаление или тревоги, я там не живу. Несовестимо я с этим. Ну, что поделаешь. Я вот что вам скажу. Если вы сейчас читаете это письмо, значит, у вас есть глаза, и они видят. Это ли несчастье? Это и есть счастье. А если вы не зрячий, то вам кто-то прочитал вслух это письмо. Что это значит? Что у вас есть друг. Ах, какое счастье! Дышать, ходить, любить, смотреть, осязать, ободнять. Проявлять эмоции. Да это же все счастье. Вот полетели листья желтые. Красота какая! Счастье! Снег выпал на землю. Светло, чисто. Счастье! Ручьи потекли. Трава пробивается. Это счастье. А уж когда ягоды, грибы пошли, в речки искупаться, рыбку поймать. Это же восторг и счастье. Я вас об одном прошу, люди. Вы не удерживайте меня, не надо, не хватайте меня за крылья. Я очень подвижная. Я летучая. Если меня лишить полета, то я просто превращусь в какие-то воспоминания. А они уже не живые. А я счастье, я живое! Вы помните этот засушенный листочек, который ваша бабушка оставила для вас? Конечно, это воспоминания о бабушке. А вы знаете выражение? Счастливые часов не наблюдают. А почему? Да потому что у них каждый миг – это счастье. Зачем им на часы смотреть? Нет у них ни прошлого, ни будущего. Есть этот миг. Между прошлым и будущим именно он называется жизнь. В общем, обращаюсь я к вам, люди. Вы впустите меня. Устала я скептаться по свету бесприютно. Давайте будем жить по закону. Человек сам хозяин своего счастья. Я ж только об этом и мечтаю, чтобы к кому-нибудь прийти, осчастливить его жизнь. Вы просто хоть на мгновение остановитесь и ощутите. Прикрутите сумасшедший бед. Почувствуйте меня. Почувствуйте. И осознайте. Это точно. Счастье становится близким и понятным только по предшествию какого-то времени. Правильно сказано. Остановись и оглянись. Вот оно, твое счастье. Это письмо моя жена нашла в моем архиве. И оно там пролежало более 10 лет. Автора нет. Поэтому будем считать, что это просто дух счастья.